Проблематизация как составная часть проекта Как грамотнее резюме написать, чтобы работодатель заинтересовался То есть у некоторых фрилансеров единственным источником дохода является фриланс промысел Его существование напрямую зависит от того, насколько им заинтересуется клиент Насколько он интересен, насколько он в состоянии себя подать Мне кажется, что да, потому что начинающего фрилансера еще нет репутации, нет отзывов и ничего Как-то он должен заинтересовать людей, чтобы они ему дали работу Если это долго не происходит, то он просто умрет с голодом, фигурально говоря Или придется искать другие способы существования Может придется браться за работу, которая более низкооплачиваемая И наоборот, если он действительно профессионально хорошо подготовлен И в состоянии выгодно подать себя в выигрышном свете Ну как это делается в экономике, там фирма, реклама, бренд Это же важно И в этом случае его доходы растут Эффективность труда возрастает На один час потраченного времени он получает, может быть, на порядок больше Каких-то дивидендов финансовых в том числе Его популярность растет, его рынок расширяется Сегмент рынка, на котором он промышляет Известность То есть вот этот внешний вид, вся эта атрибутика Она имеет значение Он, может быть, к делу не приступал, а уже должен уметь себя преподнести Должен Вот, и следовательно Среди прочего, значит, он должен уметь выговаривать нужные слова Единственный способ первоначальной коммуникации Это либо визуальный, либо текстовой Способ общения Во всех формах общения главное содержание Да Какие термины употребил Как мысль произнес Как фразу построил Как документ представил Какая там структура Это что, любительская поделка Работа дворовой команды Человек с ветру Или чувствуется профессионал По крайней мере, осведомленный о каких-то важных вещах Это да? Вот Поэтому вот этот ликбез для фрилансеров В части управления проектом Он не случайен, да? То есть он имеет под собой логические основания И группа берется за его исполнение По той причине, что намерено помочь этой категории людей Приподняться на тот уровень, на котором они в состоянии себя прокормить Я вижу проблему вот здесь В чем, значит, количество фрилансеров растет А рынок-то ограниченный Начинается расти конкуренция, да? Ну, там есть выбор, значит Раньше один фрилансер предлагал себя, скажем А завтра два или четыре, там, на одну и ту же тему Вот Одна выбирает одного, а остальные, значит, не при делах И вот возникает ситуация Вполне реальная ситуация конкуренции Слабые фрилансеры Отпадают и отмирают По законам рынка Законы суровые, но справедливые, да? Сразу в группу Вот То есть вот эта вот конкурентная ситуация Она уже с годами обостряется И требует от начинающих фрилансеров Хорошего стартового капитала И изначального понимания, значит, куда они попали И, значит, как себя вести в этой конкурентной среде Вчера было попроще Сегодня посложнее Завтра будет жестко Малограмотная публика там вообще не удержится Не для них Значит, всякий ликбез Для фрилансеров, кто в эту область попадает Полезен А ликбез в части управления проектами Остро необходим Потому что фрилансеры в большинстве своем Именно проектами и занимаются Если они не в состоянии этим управлять Или участвовать в этом процессе управления Значит, они никакие Значит, они не жизнеспособны В принципе И, наконец, есть еще технологический аспект Фрилансеры выполняют какую-то свою работу Определенный порядок Если он придерживается определенных правил Если он знает, что такое управление проектами Если он знает, что такое стандарт И мировой опыт То он делает это аккуратно Без лишних потерь и затрат Работа идея получается качественная Если он ничего из этого не знает Но у него получается как получается Как всегда В этой части В этой части С технологической точки зрения Ваша информация Приобретает особую ценность Так? Управление проектами Как этот проект организован В каком порядке он должен осуществляться Проекты-то разные И фрилансеры должны владеть этой грамотой Вот Ваша миссия Ваша генеральная цель Ваша задача Ваша миссия Помыть головы Людям, которые с этим соприкасаются Помочь им освоить и понять Использовать терминологию Чтобы их начали уважать и признавать Так? Да Проблема ясна Да Проблема емкая Острая Жизненно важная Достойная того Чтобы на нее обратили внимание И употребили максимум усилий Насколько мы способны По делам вашим Да будет вам Воздастся вам по заслугам Если вы с этой задачей справитесь Если у вас получится У вас получится Возвращение У нас 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 У нас